Защитный костюм, перчатки на лице, маска. Группа спасателей готовится очистить жилые помещения от химических соединений. Сколько в доме ртути, специалисты сосчитать не берутся, пока не соберут весь металл. Опасную находку хозяйка этой квартиры обнаружила у себя на балконе. Еще в 90-е годы ее сожитель сделал здесь тайник. Так бы и пролежал стеклянный сосуд незамеченным, если бы женщина не надумала сделать уборку. Повредила колбу и ртуть потекла по этажам. Вот эта ртуть, она из стеклянного сосуда разлилась и протекла с четвертого по второй этаж. И вот понимаете, сейчас, в настоящее время, мы пожинаем плоды вот этого розлива и этой ртути. После того, как помещение было обработано, жильцы вроде бы успокоились. Экологический фон вернулся в норму, но ненадолго. Показания измерительных приборов вновь поднялись к критической отметке. Сейчас жильцам предлагают покинуть опасное место. Правда, в подъезде есть и такие, кто о появлении ртути слышит впервые. Я не знаю, девушка, мы только второй день, мы и арендуем в квартиру. Ну вот вы и с детьми маленькими, наверное, в курсе, здесь и ртуть, оказывается, нашли. Я не знала даже, даже не в курсе, серьезно. Странное дело, но многие жильцы покидать свои владения не собираются, несмотря на казалось очевидную угрозу. Предложение администрации переехать на временную турбазу Простоквашино людей не заинтересовало. Должны, мне кажется, все равно предоставить такое же жилье соответствующее, вот допустим, чтобы была квартира, да, типа гостиница с газом, с водой, ну совсем вот, чтобы можно было как-то себя обеспечить. Ну никак не Простоквашино. Тем временем лабораторные исследования показали, в пяти квартирах ПДК выше более чем в 50 раз. И в подъезде объявили ЧАЭС. Разбираться в причинах появления ртути предстоит теперь правоохранительным органам. А вот жильцам, помимо предложения временно поменять место жительства, рекомендовано пройти внеплановый метасмотр в целях собственной безопасности. Екатерина Тихоненко. Наше время.